Этот подсолнух – гордость Лидии Павловны Денисовой. В ландшафтном дизайне двора ей нет равных. В этом году посадила петунью, ночка, очень красивые цветы у нас, пионы, много сиреней я привезла из Краснодарского края. Очень красивая, махровая, белая, сиреневая и флоксы моя – это слабость. Также в планах пенсионерки вырастить на придумовом участке редкие голубые флоксы. Не каждый дачник может похвастаться такими успехами в цветоводстве. Но вся этой красоты могло и не быть, если бы не инициативные жители. Вот на медни как-то завезли камаз с земли, ну и в качестве, так сказать, шуточного условия, можно так выразиться, если жители машину раскидали по газонам, а тем более, если уважаемые хозяюшки на этой земле успели посадить цветы, то в качестве призового от общественного совета поступает второй камаз с земли. Подстегивают жителей пример соседей. Двор у дома напротив. Горожане благоустраивают каждый год. Тоже помогают власти. Мы облагораживали в прошлом году свой двор. За счет этого соседи нашего дома, глядя на нас, тоже решили облагородить свой дом. Мы сейчас, как видим, власть-то на нашей стороне, помогает нам во всем. Не сидеть сложа руки, а самим решить все проблемы – девиз местных жителей. Они помогают власти обращать внимание в первую очередь на то, что важно людям. Такие неравнодушные люди должны войти в команду созидания, которой предстоит сделать Самару более комфортной и благоустроенной. Выборы в районные советы депутатов состоятся 13 сентября. Валерия Макарова, Илья Овсянников, Сергей Баскин. События.